Приветствую вас, если честно, то вот даже с тем учетом, что вы дополнили свой вопрос, не очень понятно, что вы хотите именно от психологов. Вы спрашиваете, как понять, что нужно в жизни? Если отвечать на этот вопрос только, то жизнь – это постоянная постановка все новых и новых целей, жизнь – это постоянное развитие, это постоянное движение, это постоянное стремление куда-либо. И как бы смысл человека, человеческого существования в том, чтобы снова и снова ставить перед собой цели и достигать их. Если человек остановился в какой-то момент времени, то это означает, что он перестал жить. Но каждый определяет сам направление, куда именно он стремится, куда именно он идет, как он стремится, как он идет. То есть нужно в жизни то, что является отражением ваших ценностей. Кто-то больше внимания уделяет духовному росту, кто-то больше внимания уделяет материальному благосостоянию, кто-то больше внимания уделяет карьерному росту, кто-то больше внимания уделяет духовному развитию, кто-то больше внимания уделяет себе, кто-то больше внимания уделяет семье. Понимаете? Это нужно к вам прислушаться И то, что вы сами для себя назовете важным То, что вы сами для себя назовете значимым Вот это и будет по сути Тем, что вам нужно в жизни До 36 лет вы считаете, что делаете все правильно Живете, любите, работаете Преуспеваете Потом стало все ручиться в сфере Вы знаете, будучи психологом То есть человеком науки И я надеюсь, что коллеги меня поддержат в этом Мы не говорим, что вам кто-то нажелал добра Или вам кто-то нажелал зла Мы говорим о том, что вы достигли своего потолка И перестали расти Перестали развиваться Ощутились, что всего добились и расслабились И в этот момент начали падать Такова человеческая жизнь Что человек либо возвышается, либо не сдвигается И то, что вы пытаетесь найти мистический смысл в этом Я вас понимаю Вы можете не верить в то, что причины всему Это ваши действия Но тем не менее это так Сейчас вы пишете, что зашли в тупик Надеетесь на лучшее Достаете себя из руины Совершенно не понимаете, что делать дальше Чем заниматься, чтобы снова стать успешным Так вам важен успех? Или вам важно заниматься тем, что вам более ближе по душе? Вы определите для себя, что вам важно Если успех, то нужно заниматься тем, что вас требовано другими людьми Если вам важно заниматься тем, что вы любите То, что необходимо опять-таки прислушиваться к себе Для того, чтобы определить, в какую сторону вам двигаются Подскажите, посоветуйте Вами вы называете свое имя А что подсказать? Что посоветовать? Мы не знаем, что именно у вас случается Мы не знаем, после какого именно обстоятельства У вас что-то произошло Мы не знаем, в результате чего И как у вас стали ручиться сферы Мы не знаем, с чего вы хотите Мы не знаем, какого рода у вас проблемы Конкретно Проблемы на работе Это одно Проблемы в семье Это другое Это чуть ли не различные направления психологии Есть семейная психотерапия Есть трудовая психология И так далее И в каждом из этих направлений С вами цейбовский У нас нужно будет работать Если я правильно вас понял То есть советами, подсказками вам здесь не поможет Советовать вам могут ваши друзья, ваши родные, близкие Но не психологи Психологи работают А для того, чтобы работать нужно было Нужно было с чем работать Далее Вы пишите мнение на сны гадания Однако Так сложились обстоятельства Строя по большей бабочей части Независимшие от меня Немного мистические На мой взгляд Потому что Как-то уж много зависти было У других, я так понимаю Успешная работа Магоположенная семья А в одночасто превратилась В чуть ли не в нищенку Пробую анализировать Но не нахожу Даже хоть Единой Причине Что бы могло произойти Вам нужно Проанализировать Не самой это все Вам нужно Проанализировать Вместе с психологом Психолог увидит Настоящие причины Посмотрит Со стороны Даст взгляд Объективно И вы увидите Настоящие причины Никакой Мистификации В этом нет И по работе Я занималась Возглюбленным делом Руководила людьми Достаточно успешно А потом Столик Кризис Столик Остался без работы Личная жизнь Дала серьезный Назлом На грани развода Вот и думаю К чему все Это Испытание Но И в детстве Мне их хватило Немало Значит В первую очередь От этого Вашего Сообщения Скажут Что в детстве У вас были проблемы Проблемы В детско-родительских отношениях Значит Возможно Вы копируете Родительский сценарий Деструктивный Некативный Родительский сценарий Который Надо осознать И поменять Его Чтобы Обладеть Своей Жизнью Если вы пишете Что вы Значит Руководили людьми И довольно успешно То есть были по сути Успешным Сотрудником Успешным Руководителем То вполне вероятно Что Мужина С которым Вы живете Или с которым У вас отношения Видел вас Успешно И вы не пишете Что Началась Первая Либо Проблема Семейной Жизни Либо Проблема На работе Но В любом случае Если Первыми Начались Проблемы На работе То Ничего удивительного Что Мужине Не понравилось Что Его женщина Может быть Кем-то Но не успешна Он Привык Вас видеть Успешно А вы Оказались Неуспешны И из-за этого Начались Проблемы Мужина Просто Оказался Не научен Поддерживать Вас Оказался Непривычен Поддерживать Вас И отсюда Скорее всего Его стало тяготить То Как вы начали Жить Отсюда и ваши Проблемы Хотя Безусловно С этим Тоже Нужно Разбираться Вы знаете Вы говорите Что гадания Вам не нужны Но при этом Вы спрашиваете К чему все это Испытания Сейчас вам скажу Что психология Это наука И она Не допускает Наличие Каких-либо Испытаний Каких-либо Таких Мистических Обзиспленных Требований И трудностей В жизни Человек То Что с вами Произошло Это Пока Скрытые Для вас И для нас Причины Но Это все Можно Найти Разобрать И подкорректировать Ваше поведение Главное Чтобы вы не считали Что Не пытались найти Какой-то смысл Это вот Основная Проблема людей Пытаться найти Смысл того Что с ними Происходит А пытаться найти Смысл Своих Удач Своих Успехов Или же наоборот Своих неудач И своих Неуспехов Так заключается в том Что и первое и второе Происходит просто так Вот просто так Человек Оказывается Неподготовленным К тому Что в его жизни Может наступить Черная полоса Просто в силу того Что Что Одно Плохое Случилось Сама по себе Случайно А Все это Все остальное Это по сути дела Сбои В привычной Модели Поведения То есть Вы Оказались Не готовы Решать Определенные Проблемы Вы оказались Не готовы К Определенным Обстоятельствам В своей жизни И В результате У вас Получилась Вот такая Ситуация По Прежнему Даже Дополнением Непонятно Чего вы хотите Именно Психологов Вам По моему мнению Вопрос Лучше задать В эзотерику Абсолютно Никакой конкретной Информации Психологам Вы не даете Для анализа Абсолютно Никакой Конкретики Абсолютно Невозможен Научный Метод Познания Вашей Вашей Проблемы Поэтому Или Вы Перенаправляете Свой вопрос Психологу Эзотерику Собращение Или Вы Делаете Дополнение Где Раскрываете Всю суть Своей Проблемы И О том Что вы Написали Дополнение Извещаете Например Меня И других Экспертов Которых Хотели Увидеть В своем Вопрос Либо Вы Вы Собираете Эксперта На нашем Ресурсе И Лично с ним Проводите Несколько Консультаций Для того Чтобы Понять Что же с вами Произошло Потому что Задавая Такие Общие Экзистенциальные Вопросы Вы Ничего Хорошего Не получите В ответ Задавая Общие вопросы Вы получите Общие ответы Общие ответы Не решат Ваши проблемы По факту Поэтому Вот Пока что Вам нужно Принять решение Что вам делать дальше Если вы выбрали Именно психологов То соответственно Необходима Информация Для Научных Подходов При Обработке Ее Ну а Если вы выбрали Эзотерику Для Своих Вопросов Роман Ну не надо Преодресовать Свой запрос То есть Есть некоторое Противоречие Есть Некоторое Противоречие В том что вы Пишите Вот вы говорите Мнение Не гадание Но при этом вы говорите Что мистические Обстоятельства В вашей жизни Происходят При том что вы Не раскрываете Их подробности Вы спрашиваете Как понять что Солнечном В жизни Но при этом Не говорите Чего у вас нет Не говорите О том Собственно Почему У вас Этот вопрос Сформировался Да Понятно Что то вы В своей жизни Потеряли Но то что потеряли Можно вернуть То что раньше Я приносил вам Удовольствие Что вам И нужно И вы при этом Простите Подсказать И посоветовать Подсказать Что Посоветовать Что Не очень Это все Понятно Вкладывается Ощущение Что вы Сами Не до конца Понимаете О чем Спрашиваете То есть С одной стороны Вы вроде бы Хотите Задать вопрос Но с другой стороны Вы не хотите Посвящать О нас Целиком Свою проблему И Вы Для начала Сделайте Этот выбор Решите Для себя Что же вы Все таки хотите От нас И когда вы Решите Это Мы сможем Вам помочь Мы Или кто-либо Другой Я имею ввиду Категорию Категорию Людей Которые Занимаются Той или иной Наукой Я только Надеюсь Решение Вы Примите Правильно А Запрос Свой Садите Более Четкий Более Определенный То есть Если есть проблема То Вы эту проблему Описываете Как можно Подробнее Чтобы Вы могли Проанализировать Обстоятельства Если Вас Экзистенция То Соответственно Вы Более Подробно Раскрываете Свой Экзистенциальный Вопрос То есть Как видите В зависимости От направления Вопроса Соформируются Соответствующие Вопросительные Предложения Для Экспертов Чтобы Эксперты Могли Дать ответ А пока То что я Вижу У вас Это Вот Ну Правда Противоречия Одни Свощные Противоречия И Понимаете Если Вы Считаете Что Дело Все В действии В Обратите В Если В В В В В Проверили, есть у вас спорщика Или если есть, то стали С вас ее Если вы считаете все-таки Что можно Научным Методом решить вашу Проблему То, соответственно Углубитесь в это направление Но Решите что-то Решите что-то для себя В какую сторону вы будете идти И тогда я думаю вам можно будет помочь На этом все Надеюсь что мой ответ был вам полезен Если какие-то вопросы Дополнительные остались Обращайтесь в личку Помогу вам Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи